Чхан-чхан-чхан-ня. Это у нас Павлотанье. Необные, да? Значит, всех названий их тут... Сейчас я покажу их. Штуки 3-4... Так, не, не покажу. Можно классифицировать самыми разными способами я составил списки всех терминов. Это учебник в Червино, живой, здравствуй, там в руке и здоровье. Техническая техника, с которой мы обычно начинали занятия. Не будем вести... Оно даже не зацикливается. Техническая техника, с которой мы начали снижать. Второй ряд, значит, Фавлотанье. Начинаем с этого Ча. То есть Ча, он, на самом деле, получается, читается, как... Как русский Ча. Да, как русский Ча. Ну, собственно, как Ча. Рисуем небольшой, получается, такой, чёточку посреди, слева. На третьей ширине, скажем так. И к ноге, с серединки, такой, пенчок отходит. И упирается, вот, вертикально. Так, вот, вертикально. Один. Один. Есть отличный. Это Ча. Ча. Дальше веселее. Ча. 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 Чха. Уже имеет разновидность. Написание. Итак. Первый вариант, который встречается только в рукописной, скажем так, традиции. Начинаем так же, как и в НГА. Ну, да. Начинаем, значит, сверху с чёрточки. Сойдёт вниз вниз. Начинаем с чёрточки. И, 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 и. И так смотрим. 1, 2, 1, 2 задача пропустить ниточку через ухо но это сделано достаточно большое чтобы так было я не знаю, что так лучше в общем, это я наблюдаю наше деньги давайте еще раз первые петли не делайте чуть попростнее чтобы у вас не было такого чеческого христианский ручки это была первая первая разная чх ни в одной петли вы такого не увидите чем это рассказано я не знаю но в индийских рукописи они вообще все индийские рукописи в частности, посвященные санскриту это просто рукописи разработаны для химии и, соответственно, все вот такие тонкости там принципиально не представлены вторая разновидность чха это то, что мы начинаем с этой черточки которая у нас сверху получается изменить третью высоты начинаем с ней делаем, что вы нанесете я ее четче вы должны быть представлены все стадии и у нас идет троечка такая она может заходить за квадратиком но можно и ее изменить она не заходила с окраин есть знаки, которые немного выходят но на самом деле даже этого можно висать внутри получается немного слипшейся, но понемногу третья разновидность начинаем с черточками сверху и и тройка с позом и висать и тройка с позом четко нарисованы и смотрите четыре получается одно первое четверо маленькое второе большое только значит хвостик колеса заходит дальше, чем четче хвостик колеса хвостик колеса все равно заходит за хвостик заходит за хвостик это третья разновидность печатная это печатная третья а не без крышечки? с крышечкой но с маленькой крышечкой все крышечки просто в процессе все важны а то есть крышечки не полностью выкрывают? да, в шрифтах тоже бывает, но в данном случае просто некрасиво будет это три разновидности чха потом идет джа 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 шрифт интересный необычный таких уже сейчас не бывает но тем не менее старые книжки в частности в слове Бёртнинга используются именно и когда изучающие столкнуться с ним они приходят не до разумения что это такое они говорят они знают джа джа начинаем снизу вот так получается полукруг начинаем полукруг снизу вверх крестик и черта на право не на всю шею и не на всю шею и снова идти и раскрываем хорошо не прерываем не что то меня не собрала посмотрите на это четверку перевернута да закруглился не туда закруглился только самую другую можно чуть мельче здесь она большеватая шея это соединяющая шея должна быть чуть подлиннее она получает не сплюсовая соответственно чуть меньше джа дальше и вы уже понимаете что это не просто получается взяли и нарисовали буковку H это совершенно две разные фанели латиницей выглядят как разновидности друг друга а в реальной жизни таковыми не являются с она пополняет с